Я приветствую всех, кто находится в этом зале, приветствую всех, кто будет нас смотреть в сети интернет. Пусть Господь благословит каждого из нас в понимании Его Слова. Мы с вами верующие люди, и верующие люди верят в Господа Иисуса Христа. А также мы с вами ожидаем второе пришествие Иисуса Христа. И не только мы с вами, но почти все люди ожидают второе пришествие Христа. Да, почти все, я говорю, те, кто называют себя христианами. И сейчас я хотел бы вам зачитать очень интересную такую выдержку. Общепринадный символ веры западного христианства, апостольский символ веры гласит, Иисус Христос восстал из мертвых, вознесся на небеса, Восседает одесную всемогущего Бога Отца и оттуда придет судить живых и мертвых. Оттуда Христос придет. А когда мы откроем Википедию и посмотрим, что говорится о втором пришествии Иисуса Христа, то тут четко сказано, это событие, ожидаемое во всех христианских конфессиях, а также в исламе, предвозвещенное в Новом Завете. Одно из догматических положений Церкви и в символе веры в седьмом пункте сказаны такие слова. Это православные, это грекокатолики, это протестанты, все ожидают второго пришествия Христа. И это нас всех объединяет. Второе пришествие Иисуса Христа на эту землю. Поэтому сегодняшняя моя тема озаглавлена в ожидании пришествия Христа. Что нам об этом говорит Слово Божие? Второе пришествие Христа – это основа христианской надежды. И вторым пришествием Христа завершается Божий план по спасению человечества. Есть ли основания для пришествия Иисуса Христа? Конечно же, есть основания для пришествия Христа. И первое из таких оснований – это записано в первом послании к Коринфянам, 15 глава. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. И здесь мы читаем 14 стих, потом 17-19. Итак, если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетна и вера ваша. Обратите внимание, что говорит апостол Павел. Если Христос не воскрес, то что? Напрасно веруем. Все это тщетно. Итак, если не было воскресения Христа, из 17 стиха, а если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Итак, посмотрите, что говорит апостол Павел. Он говорит, что надежда на Христа, это очень важно для каждого из нас. И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, просим у Него помощи, поддержки, заботы, исцеления, а не верим во второе пришествие Христа, что Он придет во славе и спасет нас, то это напрасно. Это ничего не даст. Потому что вот это спасение, оно какое-то ограниченное, оно не в полноте. Самое важное для человека, это когда Христос во второй раз явится во славе для того, чтобы положить конец греху. Почему апостол Павел так уверенно говорит об этом? Почему? А ответ очень простой. Вспомните апостола Павла, кем он был до этого. Павлом, гонителем церкви. И когда он встретился со Христом после своего общения, после того, как Христос воскрес, то когда была эта встреча, то у Павла после этой встречи не осталось ни одного сомнения. Он разговаривал, общался с Иисусом Христом, и он понимал, что Иисус Христос – это тот Бог, который любит, спасает и поддерживает. Саввел, ревностный фарисей, считал воскресением Христа, воскресением Христа, началом вот этих общений с Ним. И он этим очень дорожил. И апостол Павел, когда он уже стал апостолом Павлом, он понимал, что Христос положил начало, начало воскрешению из умерших. Христос – первенец, а после него уже будут воскрешены все святые, все люди, любящие Господа Иисуса Христа. И когда апостол Павел усердно изучал Слово Божие, а он знал хорошо, потому что сам узнал Слово Божие, он был кем? Научен, фарисеем был. Поэтому он читал Ветхий Завет, и он понимал, что Слово Божие и что Ветхий Завет говорит о воскресении, о этой встрече со Христом, об этой надежде. Он прекрасно говорил, понимал это. И давайте мы с вами прочитаем несколько текстов Священного Писания из Ветхого Завета. Книга пророка Иова. Книга пророка Иова, 19 глава, и читаем здесь с 25 стиха. Знаменитый стих. Иова, 19 глава, 25 стиха. «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою. И я во плоти моей узрю Бога, я узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого увидят его». Итак, вот такие слова говорит Иов. «Я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восстановит меня, поднимет меня. Это второе пришествие Христа. И это воскресение изумерший. Это встреча с Иисусом Христом во славе. Давайте мы посмотрим, что пророк Исайя нам говорит по этому поводу. Книга пророка Исайи, 26 глава. Исайя, 26 глава, и 19 стих. Здесь Исайя очень красиво говорит. «А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряньте и торжествуйте поверженные в прахе, ибо роса твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов». Это при втором пришествии Христа. Когда Христос придет во славе, для того, чтобы спасти избранный народ, спасти своих детей и дать им новую жизнь. И это было верой, обратите внимание, и надеждой для людей в Ветхом Завете. И они ожидали этого. Книга Даниила. Мы открываем книгу Даниила. Исайя, 12 глава, и здесь 2 стих. «И многие спящих в прахе земли проводятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и пострамление». Вот эти тексты Священного Писания говорят о том основании, которое заложено в Слове Божьем о втором пришествии Христа. Когда Христос придет во славе, во второй раз, вот это произойдет, и это будет. Христос придет не просто для того, чтобы пообщаться, поговорить, что-то сказать, а Он придет с конкретной целью. Пробуждение мертвых, праведники возносятся, с Ним находятся. Те, кто живые, они изменяются вдруг во мгновение ока. Происходит великое перевоплощение. Это отдельная тема, но мы сегодня говорим о втором пришествии Христа. И существует так называемые три важных заверения воскресшего Иисуса. Три важных, которые очень сложно каким-то образом опровергнуть. Первое, это пустой гроб Иисуса Христа, потому что Иисус Христос воскрес, и его гроб пустой. Это единственный лидер, которого гроб пустой. Все остальные религиозные лидеры, которые умерли, они находятся в могилах. И их могилы охраняют. И они там в могилах. Будда, Мухаммед и так далее. А Иисус Христос, его гроб пустой. Его нет. Он воскрес, чтобы прийти во славу. Второе, явление Иисуса Христа своим ученикам. После того, как Иисус воскрес, Он явился. И на протяжении определенного времени являлся людям. Являлся ученикам. Это тоже очень серьезное свидетельство. И третье, очень важное такое заверение, это излитие Святого Духа в день Пятидесятницы. Когда апостол Петр проповедовал, и он проповедовал в деянии апостола во второй главе, он говорил о воскресении Христа, о вознесении Христа. Он говорил и направлял взоры людей к Иисусу Христу. И помните, слова, там записаны слова пророка Ииля, что будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши и залью от духа моего на всякую плоть. И эти слова стали реальностью. Благодаря чему? Благодаря воскресению Христа. Потому что Иоиль пророчествовал, что это будет, а когда это оно произойдет, как оно произойдет. А вот тогда, когда Христос воскрес, и когда апостолы с новой силой начали проповедовать о Христе. Потому что после воскресения Христа апостолы своими глазами увидели Христа, распятого, раны его. И это что? Утвердило их в вере. И они с новой силой проповедовали в день Пятидесятницы и свидетельствовали о Иисусе Христе. Если бы не было воскресения Христа, апостолы бы так и проповедовали. Они бы молчали, они бы где-то ушли в подполье, они бы об этом не говорили. Попробуйте сказать это людям, что Христос воскрес. Как вы можете доказать? Апостолы доказывали и проповедовали. Поэтому было очень могущественное, такое сильное движение. После воскресения Христа апостолы первыми начали об этом свидетельствовать. Потому что они верили и ожидали, обратите внимание, что Христос придет во второй раз. Потому что Иисус сказал, я приду во второй раз. И, конечно же, они думали, что Христос придет вот-вот скоро, что Он придет при их жизни. Но идею второго пришествия Христа апостолы проповедовали и доносили это всем людям. Мы можем открыть Деяние апостолов 3-я глава. Деяние апостолов 3-я глава и 21-й стих. Обратите внимание, которого небо должно было принять до времени совершения всего. Мы обращаем внимание на эту первую строчку. Небо должно было принять Христа до определенного времени совершения всего. Что говорил Бог и всех своих пророков. Все. И Христос сейчас находится на небе до определенного времени. И он придет во второй раз. Поэтому апостолы об этом говорили. И уже в третьей главе об этом свидетели свидетельствовали. До определенного времени Христос там находится. А потом что? Сюда приходит на эту землю. Это будет второе пришествие. Ангелы также подтверждали эту идею в Деянии апостолов в первой главе. Деяние апостолов первая глава 11-й стих. И сказали мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо. Этот Иисус вознесшийся от вас на небо придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Четко здесь ангелы говорят, что Христос придет во второй раз сюда на эту землю. И это будет, это совершится. Более того, мы можем посмотреть на вечерю Господню, которая также говорит о том, что Иисус Христос во второй раз явится на эту землю. Первое послание Коринфянам 11-я глава. Первое Коринфянам 11-я глава и 26-й стих. Здесь апостол Павел говорит такие слова. И во всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Вы видите, о чем говорится? Когда мы участвуем в служении Вечения Господней, когда принимаем хлеб и вино, это говорит о том, что мы верим и ожидаем, что Христос во второй раз явится на эту землю. Для того, чтобы спасти свой народ. Мы верим и это показываем вот таким служением и таким обрядом. Доколе Он придет. Почему? Потому что Христос наш искупил и мы ожидаем Его, что Он придет во второй раз, чтобы поблагодарить Его за это искупление, чтобы быть с Ним в царстве Его. Также здесь в первом послании Коринфянам в 16 главе апостол Павел оканчивает послание очень удивительными словами. Первое Коринфянам 16 глава 22 стих. Посмотрите, о чем здесь говорится. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, Маранапа. Из этих слов мы только понимаем первое, кто не любит Господа Иисуса, а все остальное что-то странное, да? Итак, что означает слово анафема? Это слово буквально означает да будет проклят или же отлучен. Современные переводы говорят так, отлучен, да будет проклят. Кто не любит Господа, да будет отлучен, да? Если вы не любите, вы сами избрали свой путь. Все, вы отлучены от Царства Небесного, от общения с Господом. Все. И дальше говорится Маранапа. Это слово означает гряди Господи. Гряди Господи. Поэтому апостол Павел оканчивает свое послание этими словами. Кто не любит Господа Иисуса, да будет отлучен. Но ты Господи что? Гряди Маранапа, гряди Господи. И это очень важно для каждого из нас. Это второе пришествие Иисуса Христа. Это блаженное упование для апостолов, для нас христиан, для всех ожидающих Господов. Первые группы последователей Христа, первые общины также ожидали возвращения Иисуса Христа. Мы открываем первое послание фессалоникийцам. Первое послание фессалоникийцам. Первая глава. Первая глава и читаем с девятого текста. Девятый десятый. Ибо они сами сказывают о нас. Какой вход имели мы к вам и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых Иисуса, избавляющего нас от ведущего гнева. Итак, здесь апостол Павел четко говорит о прославлении Господа Иисуса Христа, о том, что Он воскрес из мертвых, чтобы мы только Ему служили. И десятый стих. И ожидать с неба Сына Его. Пришествие Иисуса Христа это блаженное упование для всех христиан. И более того, последние стихи в Библии записаны в книге Откровения 22 глава и предпоследний стих Библии. Это 20 стих говорит свидетельствующий это говорит да гряду скоро. Аминь. Да гряди Господи Иисусе. Откровение 22 20. Не спите. Откровение 22 20. Итак. Смотрите. Первая часть. Свидетельствующий это говорит да ей гряду скоро. Это слова Иисуса Христа. Первая часть. Это слова Иисуса Христа. Да, потому что от него откровение дал Иисус Христос, чтобы показать, что будет в последнее время. И вторая, после слова «Аминь», «Ей, греби Господи Иисусе», это как бы Иоанн сам подхватывает эти слова и говорит «Да, будет так». Поэтому мы знаем, что Библия оканчивается вот этими словами «Пусть Иисус Христос придет скоро». Потому что, когда придет Иисус Христос, Он положит конец бедам, страданиям, войне, всему греху. Он положит конец. Поэтому ожидали второе пришествие Христа. Уверенность пришествия Христа дает человеку силу. И не просто силу, а освящающую силу. Почему? Потому что тут, на этой земле, человек понимает, что значит любить людей, любить Господа, что значит служить Господу. Потому что он учится у Иисуса Христа. И он хочет здесь, уже на этой земле, быть готовым для встречи с Иисусом. Поэтому, когда человек думает о втором пришествии Христа, его это преобразовывает. И посмотрите, что нам об этом говорится в послании к римлянам. Апостол Павел, в послании к римлянам, 8 глава. Римлянам, 8 глава и 11 стих. «Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживет и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас». Очень интересно сказано, да? Вот дух Божий делает преобразование в сердце христианина. Вот этот дух Божий оживил Христа, поднял его, мертвого поднял. Поэтому дух Божий в силе что? И наше тоже естество изменить, оживить. Вот наши эти плотские смертные тела, потому что ниже, когда мы читаем, здесь говорится о плоти, живущей по плоти, живущей по духу и тому подобное. Поэтому мы видим, что дух Божий может преобразить и изменить нашу жизнь и направить нас в русло Слова Божьего. И христианин сейчас, в настоящее время, может вкусить вот эти вот будущие Божьи блага. И как написано в послании к евреям, об этом сказано. Послание к евреям, 6 глава и 5 стих, как раз об этом говорится. «И вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века». Другими словами, мы вкусили все доброе, все то, что написано в Слове Божьем. И сил будущего века – это уже второе пришествие Христа. Это то, что же будет при втором пришествии Христа. Об этом, видите, как апостол Павел говорит. Слово Божие продолжает нам шаг за шагом открывать эту Божью истину. И Петр, апостол Петр, как бы подхватывает эту идею, проговаривает нам. Всем знаменитая лестница Петра. Второе послание Петра. Первая глава. И в первой главе мы читаем с 5 стиха. Потому что Петр известен как апостол надежды. Он всегда давал эту надежду. Из 5 стиха он говорит такие слова. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетели». В добродетели – рассудительность. В рассудительности – воздержание. В воздержании – терпение. В терпении – благочестие. А в благочестие – братолюбие. В братолюбии – любовь. Если в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого? Тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. И дальше. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вы видите, вы дома можете прочитать еще, что нужно сделать, какие шаги предпринять, для того, чтобы открылся этот вход в царство Господа Иисуса Христа. Для того, чтобы открыть эту дверь и войти на эту территорию Божьего присутствия. Здесь Петр очень хорошо вначале говорит. Поэтому Петр дает эту надежду, чтобы мы могли ухватиться за Слово Божие. Иисус Христос сам говорил о своем возвращении. Об этом говорят признаки второго пришествия Христа, о возвращении Его во славе. Я не буду перечислять их, но вы можете дома прочитать. Евангелие от Матфея, 24 глава. Признаки второго пришествия Христа. И они все исполняются. И воочию касаются нас, каждого. И особенно сейчас касается война. Потому что это очень яркий признак второго пришествия Христа. А их много есть. И землетрясения, и болезни, и бедствия различные на этой земле. И непослушание родителям. И то, что будет обманывать нас, людей. И то, что люди будут жить в страхе от бедствий грядущих на Вселенную. Много этих признаков. И вот мы как раз живем в это время, когда эти признаки очень ярко себя проявляют. Нам не хотелось бы этого. И мы об этом молимся иногда Господу. И говорим, Иисус, сделай так, чтобы признаки твоего второго пришествия Христа не проявлялись. Потому что мне очень тяжело жить. Они проявляются, и меня касаются. И я не хочу, чтобы они проявлялись. Мы так молимся? Да. Мы так молимся. Мы, может быть, об этом не говорим. Но об этом как бы. Останови это все, Господи. Останови, чтобы эти признаки второго пришествия Христа не касались меня. Может быть, стоит молиться, Господи, помоги прожить вместе с тобой это время, когда признаки второго пришествия Христа ярко проявляются и ярко исполняются в моей жизни. Помоги это все пройти. Помоги все это прожить. Потому что после этого будет второе пришествие Христа. Давайте мы откроем Евангелие от Матфея, 24 глава. Евангелие от Матфея, 24 глава. Некоторые моменты я хотел бы прочитать. С 29 стиха по 31. С 29 по 31. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына человечества на небе, и тогда восплачиваются все племена земные, и увидят Сына человечества, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес, до края их. Это последние слова о признаках второго пришествия Христа. А представьте себе, мы живем, и вдруг солнце померкло. Темнота, нет солнца. Что мы будем делать? Мы знаем, а это может быть. Или мы живем, и звезды с неба начали падать. Что мы будем говорить? Это исполнение Божьего пророчества. А это может быть, потому что Слово Божие об этом говорит. И это может повториться. Или луна станет красной, как ров. Люди мира сего могут говорить о многом. Но мы знаем, что об этом сказано в Слове Божьем, и это должно произойти. Вдруг. Да, 29 стих. И вдруг. То есть внезапно. Слово вдруг означает, человек не ожидает. Внезапно наступило. Знаете, вот здесь описана так называемая Теофания. Теофания. Теос. Это Бог. А Фания. Фейна. Это проявление. Бог себя проявляет. Показывает, что Он есть. И вот здесь, вот в этих текстах, это происходит, Теофания. Это природа говорит о том, что природа подчиняется Богу. Солнце, луна, звезды, да? Мы видим с неба пришествие Иисуса Христа. Я прочитал. Мы также увидим о том, что это увидят все. И оно будет проявлено всем. Все увидят второе пришествие Христа. И не просто глазами увидят второе пришествие Христа, а услышат своими ушами трубу. Звук трубы. Здесь об этом мы с вами читали. Здесь также говорится о том, что будет сила и слава Божия проявляться. ангелы соберут. Тут говорится о том, что люди возрыдают и будут плакать люди. И соберет Господь избранных своих. Это проявление Божьего силы и Божьего могущества. Это будет при втором пришествии Христа. Но возникает вопрос. Мы живем сейчас. А что сейчас происходит в настоящее время? Кто-то верит в это, а кто-то нет. Какова реакция людей? И реакция людей такова. Первое. Атеисты, которые отрицают существование Бога. Это категория людей четко. Они в это ничего не верят. У них образ жизни свой. А вот о второй категории я хотел бы поговорить. Потому что вторая категория касается некоторых людей. Так называемые секуляристи. Слышали вы такое слово? Секулярное общество. Что это такое? Вот мы в этом обществе секулярном живем. Первое. это активная погоня за материальными ценностями жизни. Все. Это на первом месте. Вы встречали таких людей? Да. Дальше. Философский взгляд и учение, которые исключают из своей жизни полностью Бога и Всевышнего. Девиз секуляристов такой наслаждайся жизнью все, бери от жизни все, Бога нет. И эти люди, такая категория людей нас окружает. И мы можем подпасть под какую-то одну из этих подгрупп секуляристов. Потому что существует четыре категории таких людей. Первое. Так называемые интеллектуальные люди. Это те научные круги людей, которые четко сомневаются в Библии, не принимают Слово Божие и отрицают существование Бога. Высший разум. Да, вот у них такая философия высшая. И они могут своей философией мирской убедить, доказать, что им Бог не нужен. Есть такая категория людей. Это вот высшие. Потом так называемые работающие секуляристы. Это люди с утра до вечера трудятся, у них один день выходной, и в этот день они расслабляются, отдыхают, любят выпить, погулять, но с утра до вечера они заняты для того, чтобы накопить материальные блага. Жить только для себя. Бог нам не нужен. Третья категория людей, это такая условная подгруппа, это так называемые религиозный отсев. Это люди, которые когда-то иногда посещали церковь, может быть, в детстве их родители приводили в церковь, они знают о Боге нечто, их родители есть или были верующие. И вот они слышали что-то от Бога. Но они живут своей жизнью. Так называемый вот такой религиозный отсев. Вроде бы и знают Бога, но не принимают. Но живут своей жизнью. Такая категория людей считает, что церковь существует лишь для того, чтобы давать людям, служить людям. Вот только давать. Если у них какая-то тревога, какие-то проблемы, они приходят в церковь и просят, чтобы им что-то дать. Вот такая категория людей. Церковь должна помогать нищим и тому подобное. Никакого интереса к Богу, к познанию Слова Божьего нет у этих людей. Это трагедия. Это тоже трагедия. Они интересуются может быть только моральной стороной христианства. Любить, прощать, и тому подобное. Вот моральные ценности. Но не Христом. Христос им не нужен. Бог не нужен. Принципы Библии не нужны. И четвертая категория секуляристов так называемые материалисты. Это люди, которые все делают для того, чтобы у них все было красиво. То есть красивый дом, хорошая работа, машина последней марки, приятный отпуск. все на высоком уровне. Все. И тоже есть такая группа людей. Но обратите внимание, это люди, которые живут без Бога. Но иногда мир настолько нас затягивает, что мы где-то можем уклониться в какую-то из этих категорий. Где-то так немножко. Иногда бывает такое. Но опасно, чтобы мы туда не погрузились с головой. Мы видим, что в этой жизни все меняется. И может поменяться очень быстро. Поэтому наша надежда должна быть только в Господе. Только в Иисусе Христе. Потому что люди ничего хорошего не могут дать. Что может дать человек смертный? Что он может дать? А человек, любой человек, тянется не к временному, а он тянется к чему-то такому, знаете, вечному. Вот хочешь, не хочешь. Человек, когда выбирает что-то, он хочет выбрать, чтобы это долго служило для него. Та или иная бытовая техника или телефон. Не хочешь, чтобы это короткое время, а чтобы подольше послужило, чтобы качественное было. Вот это есть стремление у человека, стремление к чему-то лучшему и хорошему. Поэтому мы с вами живем в это последнее время. И очень важно доверять Слову Божьему, потому что в один миг все может человек потерять. И если человек что-то теряет в один миг, а не дай Бог жизнь потеряет, то следующее, что он что увидит, это пришествие Христа. Пришествие Христа во славе. Что человек может увидеть? Поэтому второе пришествие Христа это не просто какое-то приложение или какое-то дополнение или какое-то примечание к Слову Божьему. Нет. Второе пришествие Христа это центральная идея всей Библии. это центр жизни вечной. Это все во всем, потому что только при втором пришествии Иисуса Христа человек все приобретет лучшее и прекрасное. Здесь на этой земле вряд ли он что-то получит, а вот только с пришествием Иисуса Христа. И хотелось бы прочитать в первом послании к Песелонхийцам 4 главе какую нам надежду дает апостол Павел если человек здесь на этой земле вот что-то потеряет. Посмотрите 1 Песелонхийцам 4 глава 16 стиха потому что сам Господь при возвещении при голосе Архангела и трубе Божией сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы оставшиеся в живых вместе с ними восхищены будем на облаках встретить Господу на воздухе и так всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими словами. Вы знаете в Библии это единственное утешение. Вот когда человек что-то потерял как мы можем его утешить? Сложно утешить. И я смотрел в Слове Божьем а что Слово Божье говорит об утешении? Вот как можно утешить человека? И есть два варианта. Это первое вот вот здесь говорится об этом что человек имеет надежду на второе пришествие Христа. Это единственное утешение. А вы знаете как Иисус Христос утешил людей когда ему сказали вот там Иисус люди погибли. Трагедия случилась. Башня большая на них упала. Что ты скажешь? Кто помнит что ответил Христос? Если вы не покоите все так же погибли. да странный ответ для нас но Христос ответил так он не сказал ой бедные люди давайте о них сейчас помолимся чтобы они в рай попали или же он не сказал вот этот дьявол это его работа он не говорил но почему-то Христос сказал простые слова если не покаетесь все так же погибнет Христос не ошибся он хотел донести нам очень важную истину на этой земле бедствия будут на этой земле страдания будут но мы должны держаться за Иисуса Христа чтобы иметь надежду на спасение когда Христос придет второй раз во славе это единственное утешение единственная наша надежда и спасение и в заключении слова которые сказал Иисус Христос в Евангелии от Иоанна 14 глава Евангелия от Иоанна 14 глава и здесь мы читаем первый с первого по третий стих да не смущается сердце ваше веруйте в Бога и в меня веруйте в доме отца моего обителей много а если бы не так я сказал бы вам я иду приготовить место вам и когда пойду и приготовлю вам место приду опять и возьму вас к себе чтобы вы были где я здесь Иисус Христос нас успокаивает в этих словах Иисус Христос дает нам надежду и он говорит приду опять и возьму вас к себе а что мы отвечаем что мы отвечаем когда Христос говорит приду опять и возьму вас к себе я отвечаю гряди Господи Иисусе а вы что ответите давайте вместе скажем гляди Господи Иисусе аминь пусть Господь благословит нас давайте помолимся Отец наш небесный мы благодарим тебя славим за слово Божие за эту надежду и утешение которое имеем из священного писания мы благодарим тебя что ты оставил нам эту надежду и сказал что ты придешь во второй раз для того чтобы положить конец греху страданию всему этому горю который существует на этой земле мы благодарим тебя что Иисус Христос любит нас что Иисус Христос слышит и отвечает на наши молитвы как нам хочется ожидать Иисуса Христа как нам хочется иметь встречу с Иисусом Христом и как нам хочется говорить об этой надежде окружающим людям помоги нам в этом благослови нас в этом чтобы мы не молчали но могли эту надежду с этой надеждой делиться с окружающими людьми Господи Иисусе гряди скоро в наш мир помоги и спаси слава тебе Аллилуйя слава Аминь 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 Граду Боищи Субтитры создавал DimaTorzok